Германия полностью разгромлена! Вечная слава героям нашей Родины! Вечная слава героям нашей Родины! Начиная с 2010 года, как пилотный проект мы работали, а с 2015 года мы прошли через Министерство юстиции под названием «РДИК-подвиг» общественный фонд. На данный момент каких результатов вы уже добились? Результат очень хороший у нас на данный момент. На сегодняшний день мы установили место захоронения по запросу наших граждан кыргызстанцев. Установили место захоронения 1883 места гибели солдат наших кыргызстанцев. Это установленное точное место гибели. А так у нас есть несколько тысяч кыргызстанцев, которые, например, призвались на фронт в 1941 году, пропадают в 1942-1943, вплоть до 1945 года. Даже после окончания войны есть наши такие кыргызстанцы, которые считаются действием пропавшими. И такие у нас есть. Вот такая наша работа в основном. Вообще, честно сказать, я услышала о вашем фонде в прошлом году, когда увидела новость, что вы нашли дедушку самого президента. Вы искали его несколько месяцев, насколько я знаю. О дедушке президента расскажет, наверное. Да, в прошлом году нас как раз встречал Сурмай Шарипович, себе пригласил 8 мая. Именно нас, поисковиков Эрдик Подвиг, и безинженер Светлану Лаптеву. Мы именно занимаемся по поиску безвести пропавших воинов-кыргызстанцев в годы Великой Отечественной войны. И вот там Сурмай Шарипович сказал, что у него дед безвести пропал. Но у нас, чем мы отличаемся от других фондов? Вообще, от других мы не берем, не даем ни анкеты, не пишем ничего. Мы просто берем со слов. Вот он сказал, что Перназаров Джейнбек ушел на фронт и без вести пропал. Для нас это достаточно, а так как мы знаем, откуда у нас Сурмай Шарипович, и уже начинаешь по архивам искать. Архив мы всегда всем открыто говорим, работаем с российскими сайтами, обеда мемориал, там память народа, подвиг народа. Потом мы также сотрудничаем, так как сейчас интернет очень доступен всем, мы сотрудничаем также поисковиками российскими, именно поисковики-копатели. Вот они, которые находят могилы наших солдат, потом медальоны, вот они обращаются к нам, вот такой-то солдат, нашли медальон такого-то солдата и не могли бы найти родственников. Так мы работаем. Потом сейчас, когда мы находим, например, мы работаем только по звонку, и чисто работаем только с родственниками погибшего, без вести пропавшего солдата. Вот они нам звонят по номеру нашему, это уже по всей республике распространен наш номер, 772-44-8010, нам звонят, мы записываем, вот Ханубик Рузбекович берет телефон, он разговаривает, мне диктует, я начинаю записывать, и начинаются поиски. Так как у нас своего офиса нет, мы дома работаем. Работаем когда, когда у нас внуки ложатся, не мешают нам, потом ночью до утра мы можем сидеть за компьютером и работать спокойно. И вот таких вот результатов мы добились уже 10 лет, вот как Канубик Рузбекович сказал, на следующий год у нас юбилей 10 лет будет. И вот такие вот у нас большие результаты. Это вот одно. А второе мы еще, прежде чем найти, мы же должны еще подтвердить это место захоронения, потому что это первичное место захоронения. Так как города там расширяются, могилы перезахоранивают на второе место. И вот мы делаем запросы в администрации города, мы работаем с посольствами других республик, мы работаем также с Красным Крестом и с Красным Полмесяцем нашим. Мы делаем запросы, они потом нам отправляют ответы, говорят, да, такой-то красноатмеец перезахоронен, вот так же, как произошло с президентом, с дедушкой президента, мы обратились в посольство Украины, Шинько Александр Петрович. Вот, спасибо им огромное, вот они так оперативно работали, они нам вот прям показали, откуда они перезахоронили, выслали все документы до монумента, какой по списку он идет. И вот такие вот документы они нам отправляют, потому что у нас недавно мы и посольство Белоруссии тоже самое нам отправило, и теперь мы отправляем наших сыновей и дочерей, также внуков солдат, на место захоронения их деда. Вот вчера буквально, вот сейчас вы сюжет показывали, Нургуль Мукашева, она поехала в Калужскую область, до этого мы две семьи отправили город Старорусс, деревню Давыдово, тоже там захоронение, перезахоронили тоже деда Дюкенова Респека и нашего известного правозащитника Индру Штухтонасера. Вот вчера они звонили нам с Москвы уже, что они добрались, сегодня они уже в городе Старое Русстое, дальше уже едут на... Я вот здесь сижу, прочитал ваш небольшой буклетик, и прям хочется перечитать вам текст. Главная цель нашей работы – дать возможность нашим соотечественникам установить судьбу или найти информацию о своих погибших или пропавших без вести родных и близких, определить место их захоронения. Дорогие друзья, если у вас есть дедушки и бабушки, которых вы не можете найти, то можете обратиться к нашим дорогим гостям в город Камп, 1-й микрорайон, дом 3, квартира 1, номер телефона 772-44-8010. А также, дорогие друзья, вы можете нам писать в WhatsApp. Да, и задавайте вопросы. Да, очень много звонков нам поступает, но, к сожалению, в данный момент мы пока не можем вам ответить. Пишите нам свои сообщения или свои вопросы, мы их с удовольствием зададим. Наш номер 774-72-95-92, 775-74-09-90. Ну, а мы пока продолжим беседу. Если вы позволите, вот, насчет деда президента нашего, Шарамбая Шариповича, Переназарева Дженбека. Я вот сейчас пользуюсь моментом, но я хочу от души поблагодарить посольство Украины в Кыргызстане. Лично конец Александра Петровича Шинкова. Моя супруга уже говорила о нем. Вот я хочу поблагодарить лично. Потому что они сильно оперативно работали, помогали мы, они содействовали нам прямо подтвердить. Вот это я хотел дополнить. Мы тоже присоединяемся к этой благодарности. Спасибо вам большое, что вы сотрудничаете с нами. Работаете довольно-таки оперативно. А насчет того, что мероприятия какие-либо, помимо поиска, вы проводите или проводите? Да, мы проводим мероприятия. Вы понимаете, у нас вообще по плану было очень много у нас идей было, да, но везде, вы понимаете, все решает финансы. Так как это у нас не коммерческая же организация, хотя называется фонд, это не коммерческая организация. Это чистая благотворительность. Кроме поиска мы занимаемся еще и, я как инвалид по зрению, мы помогаем незрячим детям, слабовидящим детям. В прошлом я был спортсменом, мои друзья, они сейчас проживают в других республиках, мы связываемся с ними. Обычно спортивное инвентарение присылают по моему запросу. И вот мы раздаем этим детям, помогаем. Такие работы проводим. А с близкими родственниками солдат, пропавших в Бейси, у нас в прошлом году мы в Устокотинском районе, в селе Лексенбург, тоже провели такую вот, как называют, скромность, так сказать, чай пить, да? Если скромно назвать. Мы собрали близких родственников именно в Бейси пропавших, понимаете, родственников. Потому что, ну, понятно же, например, если солдат вернулся с войны, так же, или если ранее уже было известно, где он погиб, то отношение правительства было, как бы считается, нормально. Они получали свою государственную помощь. Они всегда были на беду. А вот близкие родственники тех солдат, которые пропали в Бейси, например, матери, отцы или же дети оставались, честно говоря, в стороне. И поэтому мы подумали, супругу надо это как-то восполнить. И те, которые участники войны, и те, которые... И вот мы пригласили, спасибо администрации района Сокотинского, мэрии и Айл Кенеши, они поддержали наши идеи. Вот мы в прошлом году собрали, когда родственников, это было очень интересно, очень. Вот понимаете, на встрече они просто вот, люди преклонного живота, дети солдат, да? Они прям плакали, понимаете? И они нам открыто сказали, что такое за 70 лет это было впервые, понимаете? Что на них обратили внимание. А так как на них никогда внимания не обращали. И вот я вот еще раз хочу сказать нашим телезрителям, уважаемые кыргызстанцы, никогда не делитесь. Нельзя делить, понимаете, тех близких родственников, которые живут с вами по соседству. Если их отец или дед не вернулся, или близкий человек не вернулся с войны, это не значит, что они чужие, понимаете? Победа была общая. По судьбе, ну, так вот получилось, кто-то не вернулся с войны. Так не бывает, чтобы все возвращались. Это же война, так же? Я вот это хотел сказать нашим Кыргызстанам. Пожалуйста, всегда садитесь за один стол. И всегда празднуйте победу. Вместе. Вместе. Так вот, знаете, вам последний вопрос хотелось бы задать. Что сподвигло вас заниматься именно этим? Это самый хороший вопрос. Многие это задают мне. Я искал своего деда по материнской линии, Ченалиева Джандара. И вот тоже считался бы еще пропавшим. У него осталась жена, сын и дочь. И вот дочь моя мать, Марзахан Кимсан, она сейчас проживает в Жалобатской области, в городе Ташкумыр. Вот мы долгое годы искали. Вот потом нашли, так же, как мы сейчас находим по мемориалу деда своего в конце 2009 года, осенью. Ну, тогда мы решили, если мы нашли, так почему бы не искать других кыргызстанцев, которые считаются близким пропавшим. И вот в конце 2009, начало 2010, я же сказал же в начале, как пилотный проект мы начали эту работу. И результаты сегодняшнего вы же слышите. Ну, вот как вот всегда, когда вот нам звонят, мы всегда говорим, вы сначала поищите сами, доступ к сайту открыт, пожалуйста, все вы владеете компьютером. Вот если вы потом не сможете, потом только обращайтесь к нам. Вот люди потом обращаются, и у нас там свои методы работы, и, может, Всевышний нам помогает, находятся. Слава Богу, на сегодняшний день, вот как Канубик Росбекович сказал, результаты хорошие. Если есть время, я хочу сказать, вот у нас свой вемпел, у нас свой девиз. Наши отцы и деды погибли, чтобы мы жили. Понимаете, у нас там написано. Да. Они погибли, чтобы мы жили. И об этом мы никогда не должны забывать, сколько бы лет не прошло. Дорогие кыргызстанцы, ищите, и мы обязательно установим место в захоронении наших кыргызстанцев. Никогда не забывайте, что в году Великой Отечественной Второй мировой войны 4 миллиона советских солдат считаются близостью пропавшими. И среди них, наши кыргызстанцы, более 60 тысяч считаются близостью пропавшими. Да, хочется сказать спасибо вам большое, что вы есть, спасибо большое, что действительно решили этим заниматься. По-моему, это очень большой вклад. Да, огромная благодарность вообще от всех, наверное, от всей республики, что вы вообще этим занимаетесь, что помогаете. Я думаю, что очень много кого вы уже нашли. Очень много, да. Так как я дочь солдата, у меня папа тоже воевал. Пришел оттуда инвалидом, без ног, очень мало прожил. Поэтому война для нас, для всех кыргызстанцев очень близка. Да, война не обошла, не обошла, не обошла. А тех солдат, которых обращаются к нам, мы всегда про них говорим. У них ожидание длиною в жизнь. Всю свою жизнь они ждут. Где же мой отец? Где же мой отец? Без вести пропал. Это большой-большой вопрос. Без вести пропал. Однако, увы, они, оказывается, погибли, защищая нашу родину. Просто не устанавливали места, захоронили, не искали. Так что каждый из вас должен искать. Если искать, то обязательно найдутся наши дети. Еще раз спасибо большое. Успехов вам в ваших делах. Спасибо вам, что пригласили. С праздником всех ваших. Да, с праздником и вас тоже. С праздником и вас, дорогие телезрители. Не забывайте поздравлять. Ну, а мы скоро вернемся. Спасибо. Теперь можно сфотографировать. Германия полностью разгромлена. Умничная слава героям нашей Родины.